Переработка сельхозпродуктов и модернизация коммерческой инфраструктуры, диверсификация альтернативных экономических мероприятий, развитие туризма через использование туристического потенциала района Басарабяска, развитие и модернизация физической и социальной инфраструктуры, защита окружающей среды и улучшение качества жизни, развитие человеческих ресурсов и консолидация административных ресурсов. Эти мероприятия включены в стратегию экономического развития района Басарабяска на 2017 год. Докладчиком по данному вопросу выступил начальник отдела экономики Андрей Кирков. Начиная с 2014 года, ежегодно разрабатывается план необходимых мер и мероприятий, а также проектов, направленных на улучшение конкретных действий, которые необходимо предпринять для получения положительных показателей и результатов. Значит, данный проект был рассмотрен на двух комиссиях. Вот вам предлагается план развития на 2017 год. У меня, в принципе, всё. Такой отчёт вызвал вопросы у советников районного совета. Из того, что было выдано советникам, там есть разные пункты. Некоторые из них переходят из года в год из-за отсутствия больших финансовых средств. Но вот как видите вы, какие пункты видите вы, что мы должны и выполним в 2017 году в нашем районе? У нас в первую очередь была преродатива, то есть направить по изменению русла, не по изменению, а по улучшению русла Кагельника и открытие там парковых культур, а также восстановление озёр. Но в связи с тем, что ситуация в стране экономическая была тяжёлая, и с учётом того, что были, как вы все прекрасно знаете, парламентские выборы, значит, данный вопрос, как бы нам обещали, что в конце года мы получим, то есть будут разработаны стратегии на это всё. Но с учётом экономической ситуации мы перенесли его по этому на следующий год. Что вы видите реально? Из-за этого плана? Реально я вижу это, во-первых, в основном экологический фонд выделяет большие средства на реконструкцию, канализацию, водопроводных сетей. Вот я вижу, что это реально можно делать. Вы должны сказать, по экологическому фонду Республики Молдова предварительно предусмотрено столько-то лей, миллионов лей, и в том числе по населённым пунктам желательно было бы. И то же самое и по дорогам. Дайте нам реальную информацию, можете дать? Ну вот, если так быть, вот сейчас в селе Баклея был разработан ТАИК на 80 миллионов, из которых экологический фонд, если не ошибаюсь, выделил 60 с чем-то на реконструкцию. Вы не должны ошибаться, это ваша работа. Нет, он выделил 64 миллиона на реконструкцию сетей, канализации, водопроводных. И фонд социального развития выделил 20 с чем-то миллионов, 20 миллионов 400 тысяч. Из этого плана, который вы переписываете из прошлых годов, я думаю, лучше было бы выбрать то, что возможно выполнить в следующем году, и то и включить планы. Не писать, чтобы было много, красиво и хорошо. Я ещё раз повторяю, какие из этих пунктов вас спросили перед ответить. Какие из этих мероприятий возможно для нашего района, испольные? Коротко скажите, раз, два, три, если знаете. По культуре мы увеличиваем количество мероприятий, связанных с культурой, в обществе. По надёжному спорту запланируем много мероприятий, которые связаны с выездом наших команд на мероприятия. Вопросы к докладчику возникли и у примара села Абаклия. Я вообще ничего не понял. В какой области работает отдел финансов? Как вы работаете с примариями? Чем вы занимались в 2016 году? По каким проектам работали? Вы говорите про проект водоснабжения и водоотведения села Абаклия. Вы к нему не имеете никакого отношения. Вы, как начальник отдела экономики, скажите, пожалуйста, что вы и ваш отдел сделали в 2016 году? С какими региональными проектами вы работали? Потому что это к вам относится. Вы знаете, что в этом году мы выиграли проект体изма по реконструкции и замене окон в поликлинике? Проект? Но что это проект? Грант, это проект. Грант, что вы не используете? Продолжение, проект. Проект, ты знаешь, адресата, требования? А, корректируйте, где мы видим, потому что это не граница. Это самый шестный, я не спорю. Это Грант. Управление образования. Я вопрос задавал по примариям, не путайте. Я имею в виду инфраструктуру развития через проекты, в целом развитие района. Дело в том, что я служу сразу. Никто из примарей с нами не сотрудит. Вы начальник отдела экономики. Сотрудники примарей не должны искать вас здесь. Вы должны работать с примариями. Вы за это получаете зарплату. К примару села Абакли у Андрея Киркова тоже появился вопрос. Нами было отправлено 2,5 месяца назад письма по всем примариям. Все примарии дали ответы по развитию стратегии, что было сделано у них, то есть для отчетности. До сих пор от примария Абакли я не вижу. Примария села Абакли работает. Стратегия нашего села не должна вас сильно интересовать. Вы отвечаете за стратегию развития всего района Басрабяска, который уже находится на уровне кладбища. О развитии района скажите мне в 2014, 2015 и 2016 годах. Вы уже около года работаете. С какими результатами мы идем в 2017 год? Хотя бы один пункт мне назовите. Или мы похоронили уже этот район вместе со всеми селами? Пожалуйста, если можете отвечать, отвечайте. Если нет, не отвечайте. Я думаю, что наше дело направлено. Уважаемый советник, этот вопрос я предлагаю принять к сведению и принять решение возвращаться на следующий сезон по этому вопросу для повторного обсуждения. Я не могу рассказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Данное предложение поддержало всего 11 народных избранников. Это были представители нашей партии, ДПМ, список народа и один независимый советник. Учитывая, что часть канцельеров осталась неудовлетворена ответами начальника отдела экономики, рассмотрение данного вопроса было перенесено на следующее заседание райсовета. Продолжение следует...